Никогда в лесу не надо проходить мимо поваленных берез или сломанных. Сейчас мы постараемся набрать бересты для разжигания костра. Вот опять пришли мы в лес. Снегу мало, нас держит хорошо. Сейчас найдем сухую елочку и попробуем развести огонь. Хожу по лесу, наслаждаюсь, как будто заново рождаюсь. Вот посмотрите ребята, что я нашел. Вот это наверху чага. Ну это примерно метров пять над головой. Но большая шапка. Сегодня брать не буду, не унести. Вон шапка какая. Тут наверно килограмм пять будет. Вот мы тянем елочку. Сейчас мы обычно обухом топора сшибаем ветки, потому что ветки очень твердые и можно лезвие запортить. Ну а теперь обещанный тест. Елочка. Довольно бодро. Идет. Вообще классно. Ну сколько примерно. Сантиметров восемь-девять. Хороша ты. Сейчас будем делать кряжики пилить. Вот заготовил несколько полежков. И сейчас я попробую сделать из нее индейскую свечу. Ну а сейчас я покажу, что я буду делать с этими дровишками. Сперва мы зачешем с одной стороны. Переворачиваем. Сделаем небольшие затески. И так я сделаю все четыре. Вот получилась такая конструкция изнутри. Сейчас я набью берестой, стружкой и будем поджигать. Попробуем разжечь китайским огнивом. Сейчас натираем стружки. И все. Огниво рулит. Ух. 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 Продолжение следует... Ну вот, как-то так. Вот. Свечка разгорается. Сейчас немного поразгорится и буду ставить чай. Вот и нож мой гербер пригодился. Сейчас будем щипать маленькие веточки и туда ложить. Но забыл сказать еще. Сталь у него довольно-таки мягкая. 5-хром-17. Но зато есть точилка наборя, что можно в любой момент подточить. Ну вот, теперь можно и ставить чайник. Сейчас будем наливать чай. Как всегда будем использовать свой маленький котелок походный из банки. и ставим на огонь. походная печка. Она еще и работа. Может видно, может нет, но у нас уже кипит. сейчас закинем туда собранных веточек смородины, малины, ежевики и посмотрим, какой получится на чай. А в конце еще добавим еловых веточек для профилактики. Вот это для аромата. А это для витаминов будет у нас елочки. Сегодня свечка выполнила свою работу. Минимум дров и чай готов. Все просто. Не надо разводить огонь большой. Вот настоялся наш чаек. Вот какой у него получился цвет. Если можно видеть. Даже на чай похож по цвету. Теперь попробуем его на вкус. Пахнет елкой, как обычно. Смородиной. Приятный, сладковатый вкус. Ну, елкой чувствуется смоленистый немножко. Ну, приятного аппетита всем. Хотите, ребята, гулять на природу. Вот что там мыло сегодня заварено. Лесной чай. Что-то всех бушкрафтеров пробило на этот еловый сосновый чай. Я что? Рыжий, что ли? То же самое. Но все равно чай достаточно приятный. Полезный. Целебный. И витаминный. Ну, сейчас попью чайку и буду собираться домой. Хорошо погулялся у него по лесу. Прелесть. Протестировал ножик, топорик, пилка фирска. Это очень хорошее. Мне понравилось. Так что, вот как-то так. Ходите, ребята, гулять в лес. В лесу тишина, покой, лепота. Продолжение следует...